Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. 16-й кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона Меридианы Тихого откроется во Владивостоке. С 21 по 27 сентября Pacific Meridian покажет новое российское и зарубежное кино, проведет мастер-классы и семинары с признанными деятелями киноиндустрии. И, конечно, не обойдется без встреч с любимыми артистами. Традиционный проход гостей фестиваля по ковровой дорожке и церемонии открытия пройдут на Приморской сцене Мариинского театра. Начало в 17.30. Юбилейный 80-й концертный сезон начинает Приморская филармония. В честь открытия Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит одно из самых ярких произведений мировой музыки – симфонию номер 5 Петра Ильича Чайковского. Однако это не все сюрпризы вечера для любителей классической музыки. Начало в 18.30 стоимость билетов от 400 до 800 рублей. А в Театре молодежи – гастроли Хабаровского театра юного зрителя. На малой сцене состоится документальный проект «Бонни и Клайд». Двое 15-летних влюбленных забаррикодировались в частном доме, открыли огонь по наряду полиции, а затем покончили с собой. Этот документальный сюжет режиссер Виталий Федоров рассматривает не как очередную социальную драму. Тема ответственности, которую мы привыкли перекладывать на школу, власть, общество, социальные институты и родственников – вот объект его внимания и изучения. Начало в 21.00 стоимость билетов от 450 рублей. На открытую лекцию «Особенности пещерной среды» приглашает Владивостокский клуб спелеологов. Участники события узнают о ценности и уязвимости пещер, об их экосистемах, а также об особенностях посещения пещерной среды. Начало в 19.00, вход свободный. Первый творческий фестиваль «Погружение в искусство Дальнего Востока» состоится с 22 по 23 сентября на набережной спортивной гавани Владивостока. Для гостей мероприятия проведут художественные мастер-классы, организуют фотозону и конкурсы с призами. Также посетители ожидают шоу-программа, выступления музыкальной группы Владивостока, ярмарка мастеров «Хендмейд». На фестивале совместно с благотворительным фондом «Сохрани жизнь» организуют художественную выставку рисунков детей с онкогематологическими заболеваниями. Начало в 11.00, вход свободный. Традиционный ежегодный экстрим-фестиваль «Мосты» также состоится на спортивной набережной 22 и 23 сентября. Спортсмены проявят себя в таких дисциплинах, как BMX, скейт, кик-скутер, граффити. На фестивале создадут и арт-объект, совместную граффити-работу дальневосточных художников. Вход свободный. На день открытых дверей всех желающих приглашает Дальневосточное главное управление Банка России. Пройдут экскурсии и мероприятия волонтеров финансового просвещения. У жителей и гостей Владивостока будет возможность узнать историю российских монет, посетить практикум по управлению личными финансами, принять участие в деловой игре. Начало в 10.00, вход свободный. Благотворительная выставка раздача котят и кошек пройдет в парке Минного городка. Также в программе сбор пожертвований для бездомных животных, благотворительная ярмарка и аквагрим для детей. Организаторы уверяют, вы получите массу позитивных эмоций и хорошее настроение на весь день. Начало в 11.00, вход свободный. Четвертый этап открытого чемпионата Владивостока по Дрифту DSL Дрифт Сирия, с которым примут участие спортсмены со всего Дальнего Востока, пройдет на картодроме Змеинка. Начало квалификационных заездов в 12.00, парные заезды в 14.00, вход свободный. На программу «Карнавал животных артистов» российской государственной цирковой компании, многих из которых можно по праву назвать легендами отечественного и мирового цирка, приглашает Владивостокский цирк. Выступление порадует зрителей разнообразными и профессиональными номерами. Начало в 12.00 и в 16.00. Стоимость билетов от 900 до 1800 рублей. Дети до трех лет могут посетить цирк бесплатно. А на сцене Мариинского театра дадут оперу Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Именно это произведение считается у композитора самым жизнерадостным. Написанное на сюжет Александра Сергеевича Пушкина, опера создавалась к столетнему юбилею со дня рождения поэта. И композитор стремился как можно точнее следовать тексту оригинала. Режиссер Дарья Пантелеева. Начало в 14.00. Стоимость билетов от 100 до 2000 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных. И до встречи на культурных площадках Владивостока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин